Друзья, всем привет! С вами iFrestyle. Сегодня 22 ноября, мировой релиз линейки Predator. Линейка Boots Predator берет свое начало в 1994 году. Тогда они были воплощением революционного дизайна, так как на их поверхности использовались резиновые вставки для большего контроля мяча. Вплоть до 2014 года Adidas выпускал бутсы моделей Predator, каждая из которых не была похожа на предыдущую. Что ж, с 1994 года было выпущено всего 14 моделей. Данные являются 15-й, и они включили в себя самые лучшие характеристики своих предшественников. Идея использования резиновых полос на бутсы пришла к Крейгу Джонстону в 1988 году. Каждая модель Predator имела свою инновационную технологию. Например, Predator Rapira были первыми бутсами, которые выпустили в двух разных цветах. А модель Manny имела бесчисленное количество разных цветовых вариантов. До модели Predator Touch все шипы были круглые, а теперь все шипы имеют свою индивидуальную форму и расположенную с учетом анатомии стопы. Этого было достаточно, чтобы убедить Adidas купить данную технологию. А сам Джонсон получает по 2% с каждой продажи бутс. Последний выпуск Adidas Predator был перед чемпионатом мира 2014 года в Бразилии. Несмотря на высокую оценку среди профессиональных игроков, Adidas решили полностью прекратить выпуск этой линейки. Небольшой экскурс в историю бутс мы провели, теперь перейдем к тесту. Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на MarathonBet, где каждый день тебя ждут более тысячи спортивных событий в режиме лайф, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. Делайте ставки в MarathonBet. Ладно, скриньте, сейчас будет Слава Черненко. Блин, твою мать! Что скажешь вообще по рову бутса? Как тебе ощущения? Ну приятно, приятно, потому что облегают, очень комфортно, даже шнурки не надо особо завязывать, потому что ты из-за носка, из-за системы Control Skin, просто облегает. Ты знаешь, что это система Control Skin? Нет. Здесь просто написано. О! О, бутыл, бутыл! Эээ, резиновые вставки в действии. Хорош! О! Кстати, видел эти колебания сейчас были? Ёй-ёй-ёй! А-а-а! Чё ты не ловишь такие? Кипера подкупил, а ты че? Не, не, вы видели? Хорош! Ну сейчас было не подкуп... Нормально? Сейчас можно киперу подкупить, что-нибудь купить такое, знаешь, из PC. Чё-нибудь дойти, старт. Оооо, прям вот... Вот прям чуть-чуть! Сыыыы! Слава Керненко, да, алло, привет! Я тут на манеже. Антон, да, здорово, да, подходи уже, сколько уже, 2340. Джереми, да, привет! Вы тут на манеже с РТСМ. Ха-ха-ха-ха-ха! А это было в какие ворота? Ребят, пишите в комментариях, какие это ворота было. Ха-ха-ха-ха! Это мех делает этот канал, ребят! Давай сделаем какой-то вывод, подведем итог. Ребят, мы всего лишь два дня в этих бутсах. Снимали, тестируем. Сказать на все 100% по всем факторам невозможно. Да. Это нужно поиграть несколько недель, испробовать их в разных погодных условиях. Тогда можно только объективно оценивать эти бутсы. Ну, а по первым ощущениям бутсы слишком чересчур достойные. Ну, конечно, по первым ощущениям 10 из 10, потому что качество ощущается. Друзья, спасибо за просмотр этого видео, ставьте лайки, пишите в комментариях, понравились вам эти бутсы. Ну, а мы приступаем к тесту на этот мяч. Сай. Ха-ха-ха-ха! Не забывай подписываться на канал. С вами был iFrestyle. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok